Окей, друзья, давайте разберем заголовок этой статьи, портал WALA, 31 января. И как раз это он касается не войны, а быта, а именно повышения цен. Причем эта журналистка, которую зовут Лиатрон, она прям-таки очень субъективно подает эту статью. И заголовок начинается со слов МИЦАД АБУША, что можно перевести как ПАРАД СТЫДА. МИЦАД это ПАРАД, БУША это СТЫДА. ЛАХАВАРОТ, ШЕМААЛОТ АХШАВ МИХИРИМ, ЛОТЬЕ МИХИЛА. ЛАХАВАРОТ, компаниям, которые повышают МААЛОТ АХШАВ МИХИРИМ, повышают сейчас цены, ЛОТЬЕ МИХИЛА, не будет прощения. Давайте сначала переведем, но потом поговорим про иврит. ЛИФАХОТ, ШЛОШИСРА ИВУАНЬЮТ, ВЕЯЦРАНЬЮТ БАМЕШЕК, ЯК ПИЦУ МАХАР, ЭТМИХИРИЙ ШУРА ШЕРМУЦРАЙ БАСИС. ЛИФАХОТ, как минимум 13 импортеров. ИВУАНИТ, или ИВУАН, это импортер или компании, которые импортируют. ВЕЯЦРАНЬЮТ и производители, БАМЕШЕК, МЕШЕК это хозяйство, это также и рынок, ЯК ПИЦУ МАХАР, завтра ЯК ПИЦУ, дословно это подбросят, но имеется ввиду повысят. ЭТМИХИРИЙ ШУРА ШЕЛМУЦРАЙ БАСИС, повысят РИДАВИИ ЦЕНЫ АСНОВНИХ ПРОДУКТОВ, БАСИС это АСНОВА, БАЗИС, ИВУАННИИ ВЯЦРАННИИ ХАНАК, МЕНАЦЛИМ БЛИ БУША, ЭТ ШАТЕНУ, АКАША, КДЕЛИ ГРОВ ОД РЕВАХИМ, ИВУАННИИ ВЯЦРАННИИ ХАНАК, ГИГАНСКИ, ИМПОРТЕРЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ, МЕНАЦЛИМ, ИСПОЛЬЗУЮТ, ЭКСПОЛОТИРУЮТ, БЛИ БУША, БЕСТЫДА, ЭТ ШАТЕНУ, АКАША, НАШЕ СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ, дословно наш сложный час, КДЕЛИ ГРОВ ОД РЕВАХИМ, ЧТОБЫ ЗАГРЕБАТЬ ЕЩЁ ДОХОДЫ, ну а теперь про иврит, потом можете ознакомиться с статьей, я вам оставлю ссылку, МИЦАД, это ПАРАД, от глагола ЛИЦОД, ШАГАТЬ, МИЦАД это существительное, корень ЦАРИАНДАЛЕТ, БИНЯН ПААЛЬ, ЛИЦОД, Поэтому ШАГ на иврите будет словом ЦАД, именно с буквой АЙН, не путайте со словом СТОРОНА ЦАД, там просто один слог, здесь два слога, ЦААД, Поэтому ударение на первый слог, ЦАД, умноженное число ШАГИ, ЦАДИМ, Слово БУША, СТЫД, МААЛОТ, ПОВЫШАЮТ, Инфинитив, ЛЕХААЛОТ, ЛЯЛОТ, это БИНЯНИФ, ИЛЬ, корень АЙН, ЛАМИН, ХЕЙ, не путайте со словом ЛАЛОТ, То есть это ПОВЫШАТЬСЯ или ПОДНИМАТЬСЯ, здесь именно активный глагол ПОВЫШАТЬ или ПОДНИМАТЬ, МЕХИЛЯ, МЕХИЛЯ это можно перевести как ПРОЩЕНИЕ, это синоним слова СЛИХА, есть глагол ЛИСЛЁАХ, ПРОЩАТЬ, И есть ЛИМХОЛЬ, отпускать грехи, поэтому МЕХИЛЯ это как бы отпущение грехов, ну или прощение, ЕВОАНЬОТ, есть глагол ЛЕ, Я, ВЕ, БНЯНПИЭЛЬ, корень ЮД, ВЕТ, АЛЕФ, это импортировать, кстати, ЭКСПОРТИРОВАТЬ, ЛЕЯЦЕ, поэтому ЭКСПОРТЁР на иврите будет либо ЕЦУАН, либо ЕЦУАНИТ, почему женский род, потому что иногда это как бы слово сочетание ХЕВРА, ЕВОАНИТ, ХЕВРА, ЕЦУАНИТ, ЕЦРАН или ЕЦРАНИТ, это ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, от глагола ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ЛЕЯЦЕР, тоже БНЯНПИЭЛЬ, НАСЕРАС, корень ЮЦАДИРЕЙШ, не путайтеся с глаголом ЛИЦОР, это СОЗДАВАТЬ, ЛЕЯЦЕР, ПРОИЗВОДИТЬ, от глагольного существительного производства ЕЦУР, МЕШЕК, МЕШЕК это как бы хозяйство, быт, также и рыночная экономика, ЯКПИЦУ, ЛЯКПИЦ, это ПОДБРАСЫВАТЬ, корень КУФЕЙЦАЛЬБЕНЯН ИФИЛЬ, также пребывает БЕНЯНИПААЛЬ, ЛИКФОЦ, а точнее ЛИКПОЦ, это уже ПОДСКАКИВАТЬ, ПОДПРЫГИВАТЬ или ПРЫГАТЬ, А ЛЯКПИЦ, это именно ПОДБРАСЫВАТЬ, то есть ДЕЛАТЬ, чтобы что-то прыгало или ПОДСКАКИВАЛО, если цены ПОДСКАЧИЛИ, то кто-то их как бы ИКПИЦ, поднял, ПОДБРОСИЛ, МУЦРЕЙ БАСИС, МУЦАР, это ПРОДУКТ, от того же корня, что и ЮЦАДИ РЕЙШ, то есть ПРОИЗВОДИТЬ, МУЦАР, в СМЕХУТЕ мы говорим МУЦРЕЙ, в два слога, вночное число, без СМЕХУТА, МУЦАРИМ, МУЦАРИМ, например, МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, МУЦРЕЙ, ХАЛАВ, ЭАНАК, почему я говорю, кстати, ГЭАНАК, правильное произношение определенного артикла перед гортаной буквой, который начинается на А, должно произноситься как ГЭ, вместо А, как принято с артиклем, обычно произносить, сейчас мы уберем рекламку, окей, но в разговорной речи АНАК, АНАК это вообще гигант, и это, кстати, не прилагательное, в данном случае мы видим, что это как бы СМЕХУТ, ЕВУАНЕЙ, АНАК, или ЕЦРАНЕЙ, но также это используется как слово гигантский, МЕНАЦЛИМ, хороший глагол, ЛЕНАЦЕЛЬ, это эксплуатировать, использовать в корыстных целях, корень, НУНЦАДИЛЬ, ЛАМЕТ, инфинитив, ЛЕНАЦЕЛЬ, БЕНЯН ПИЕЛЬ, ШААТЕНУ, АКАША, ШААТЕНУ, окончание НУ, это наш час, то есть, ГАШАА, ГАКАША, ШЕЛАНУ, но если я ШЕЛАНУ сокращаю, то тогда будет ШААТЕНУ, АКАША, Слово ЛЕГРОВ, ГРЕСТИ, ЗАГРЕБАТЬ, и слово РЕВАХИМ, это доходы, а если быть точнее, то прибыли, от глагола ЛЕРВИАХ, ЛЕРВИАХ, это зарабатывать, ну и слово РЕВАХ, это доход, и кстати, РЕВАХ также пробел, ноябрите точно также будет читаться и писаться как слово доход. Ребят, на этом все, если вам было полезно, то во-первых, ставьте лайки, во-вторых, подписывайтесь на мой канал на ютубе, в телеграме, там очень много полезной информации, с вами был Тимур, всего доброго.